Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Наверняка все вы знаете, что Алла Пугачева вернулась в Россию. Много версий выдвигается для чего, почему. Это и наследственные дела, и документы на детей, и запись песни ее увидели в звукозаписывающей студии в Твери. Много разных версий. Среди прочего, друзья, сегодня появилась публикация Пугачева извиниться перед властями России за внесенного в перечень физлицию по ночью функционально-странного агента на территории Российской Федерации министра мэров Галкина через песни. Вот что пишут народные артисты Красиелы Пугачева хочет снятие статуса иностранного агента своего мужа Максима Галкина, так как это создает проблемы с наследованием имущества. Об этом сообщает телеграм-канал Брев. По информации источника, большая часть имущества самой Пугачевой записана на Галкина. Вот в чем, скажем так, сложно для нее лично. Ну и, естественно, для будущей жизни, для заработка его понятно, что здесь только в России он сможет заработать то, что смог и заработал в принципе на сегодняшний день, и что заработал раньше. Все эти там слова о том, что прекрасно где-то там, прекрасно и далеко. Значит, это все слова. Его статус создает проблемы с продажей распоряжения имущества в России. По информации Бюреев, Пугачева по разным каналам просит содействия в снятии с Галкина статуса иноагента. В последние месяцы он серьезно изменил содержание своих выступлений, больше не критикует текущую ситуацию. Но он серьезно изменил, действительно, поет песни Шатунова и Цоя, и шутит про бразильскую попку Успенской. А почему? Это не он изменил. Это просто русофобская повестка. Она сошла на нет, собственно говоря. Ему пришлось менять, потому что никто уже на это не пойдет. Да и на него там уже вообще никто не ходит практически. Как утверждается, поручителем выступает Филипп Киркоров, который контактирует с руководством Ростеха. Сегодня стало известно, что Пугачева в Твери решила записать несколько песен о любви и ностальгии. И Пугачева, по данным СМИ, планирует извиниться перед властями России и народом через песню. Возможно, так. Ну, что здесь скажешь? Проблемы наследования – это одно. Проблемы наследования для дальнейшей продажи этого имущества – это другое. Она чувствует, что ее время уходит, что песок, собственно говоря, ее жизни, он часы песочные, там не так много песчинок осталось сверху. Она старается предпринять самые активные шаги для того, чтобы и снять статус иностранного агента, чтобы он мог спокойно распоряжаться имуществом, зарабатывать, и возможность обеспечить ему возвраты для того, чтобы он мог в случае чего зарабатывать здесь для детей. Она будет это делать в любом случае, ну, извиниться в песнях. Ну, в общем-то говоря, для артиста, наверное, это правильно. Мы с вами говорили, что когда Шевчук, если помните, там вместо, да многие артисты вместо концерта устраивали политический митинг, говорили о том, что артист может в творчестве, в песне какую-то свою идею донести до людей. Наверное, это правильно сделать это в песне, да, это умно, скажем так. Как отреагируют люди, я думаю, что мы посмотрим, и это будет видно, что будет за песня, какие там будут слова. Насколько это будет искренне, мое мнение, мне так кажется, исключительно субъективное. Я считаю, что это все делается исключительно в своих интересах, в интересах, с моей точки зрения России, там не делается ничего. Это делается в интересах себя, в интересах мужа, в интересах детей для дальнейшей своей и их, скажем так, беспроблемной жизни. Но не для тех матерей, которые отправляли и отправляют мужей, героев, которые защищают родину, а не для поддержки своей родины в трудную минуту. Вот это мое мнение. Друзья, что вы думаете на сей счет, пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно, ссылочку в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравится мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна, подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости, новости в формате 24 на 7 из разных источников, все в одном месте. Политика с моими комментариями, все это телеграм-канал Будда Гришна, новости. И кому надоел шоу-бизнес, уже, еще раз повторюсь, в печенках сидят Киркорова-Пугачева, значит, платформа Рутюб, канал называется также Будда Гришна, там мы говорим о политике. Подписывайтесь, ставьте класс, добро пожаловать туда тоже. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.